Молитва в четвертом измерении, Господи, это вообще, это настолько серьезно. Преобразование нашей жизни посредством молитвы в четвертом измерении. Преобразование нашей жизни. Бог преобразовал всю землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И вот подумайте на минуточку, друзья, и сказал Бог, и Дух Святой сразу сотворил. Я сейчас одну вещь скажу вам. Представляете, Дух Святой носится над нашей жизнью. То есть мы можем этого не знать, но Он все время вокруг нас. Но чтобы Он начал действовать, нам нужно дать материал Духу Святому. Бог сказал Слово. Когда мы начинаем мечтать, начинаем представлять, начинаем видеть в своем воображении, мы даем Духу Святому материал для того, чтобы Он начал творить. И Он будет творить, созидать сообразно нашему представлению, сообразно нашему видению, сообразно тому, той картине, которую мы видим. Эта картина идентична тому, что ты видел. Будет материализована. Каждая мысль имеет свою конечную цель. Конечная цель каждой мысли – это материализация. Вы должны знать, что когда вы повторяете какие-то мысли, они проваливаются в ваше подсознание. И подсознание – это то, что вы не видите. Если тут, в голове, в сознании, вы можете знать, о чем вы думаете, то если что-то провалилось в подсознании, вы можете об этом даже не знать. Но это как злой корень, который дает свои плоды. Или же это добрый корень, который дает хорошие плоды. Мы все, знаете, в детстве пережили очень много каких-то сложностей. Многие из нас выросли без отца. Кто-то вырос вообще круглым сиротой. У кого-то и был отец, но были какие-то страшные вещи. Может, пьянки, может, еще что-то. Знаете, по-разному. Но именно детство является той территорией, где вот ребенок, он не защищен. Его подсознание очень открыто. И дьявол это использует, чтобы положить в подсознание страх. Скажите, братья, мы мужики, а вот страх. Скажите, страх – это знакомая вещь нам? Представляете, это все началось с детства. Я вспоминаю свое детство. Папа приходил бить маму строго каждый день. И он просто так ее бил, так ее мучил, так ее тягал за волосы и избивал, что это был ужас. Ужас. Вы представляете, что он делал? Я был маленький, я помню, я был в садике, и я помню, как я зашел в зал, мама лежала, у нее так на голове тряпка такая, она лежит уже побитая, банки там разбитые лежат, трехлитровые, вот они все поразбивались. Он кидал их в маму, а потом и в меня кидал тоже. И он мне говорит, папа мой, говорит, подойди, подойди, стань возле ее головой. Я не понимаю, что он хочет. И я подхожу, и он мне говорит, бери за волосы, бери ее за волосы и бей. Представляешь? Я стою, помню, маленький, я в ужасе. А он вот так вот орет на меня, говорит, я сказал тебе за волосы, тяни, тяни, бей ее. Я плачу, стою, я говорю, я не буду ее бить. А он вот так вот орет на меня, заставляет меня. Это был ужас, друзья. Это был кошмар. Знаете, и бедная мама, она лежит, просто она не знает, что ей делать. А вот детство мое прошло все в этом. Естественно, ты вырастаешь, и у тебя внутри может быть спрятано много разных проблем. И слава Богу за то, что мы в церкви. Слава Богу за то, что он нас всех призвал. И он уже с нами работает. Вы понимаете, четвертое измерение, когда мы о нем говорим, это не просто исполнение твоей мечты. Четвертое измерение — это изменение твоего подсознания. Это когда там, внутри, где было поражение, ты начинаешь видеть, просто представлять победу, повторять это. И через время это проваливается конкретно в твой дух, в твое подсознание. И там оно взрывает все эти оковы, которые дьявол поместил туда еще в детстве. Мы можем переживать, знаете, страшные вещи в детстве. Я видел разные вещи. Знаете, в детстве у меня было страшно. Знаете, на самом деле страшно. И я, бывает, слушаю, там люди говорят, там, ой, детство, как вспомнишь, детство. Я говорю, не понимаю, что в детстве хорошего. Это же был кошмар на улице Вязов. Знаете, как говорится, и ночью, и днем, и во сне, и наяву, как говорится. Знаешь, и вот это детство. Потом человек вырастает. И Бог хочет изменить человека. Он хочет послужить человеку. Поэтому Он дает нам сегодня учение, наставление в вере, через которое действует Дух Святой. То, что я вам говорю о Духе Святом, знаете, я говорю какие-то специально, как засеиваю в вас, чтобы вы начали потихонечку, у вас вера начала созидаться. Потому что многие из вас, вы не верите в то, что Дух Святой будет касаться вас, что Дух Святой будет с вами сотрудничать. Вам надо время. И я с вами буду это время проходить. Я буду вашим тренером, буду идти с вами, буду учить вас. Потому что я знаю, как это важно. Без Духа Святого я бы проиграл все, все и вся. Понимаешь? Но Дух Святой дал мне силы пройти тяжелые времена. Дух Святой дал силы устоять, сохранить веру, сохранить видение, сохранить любовь к людям. Это все Дух Святой. Человек сам ничего не может. И вот знаете, когда мы говорим о четвертом измерении, в нашем подсознании, там знаете, как консервация нашей прабабушки, так образом говоря. Знаешь, там, как говорится, консервация, законсервированы уже такие вещи. Страх, неуверенность, сомнения. И знаешь, как чувство поражения, ожидание неудачи, ожидание каких-то неприятностей. Все это, друзья, вот тут, внутри. И оно как магнит работает. То, что там положено, оно притягивает. Положено поражение, притягивает поражение. Положена неудача, притягивает неудача. Положено где-то сомнение, притягивает все, что сомнительное, образно говоря. Знаешь, ты всегда будешь переживать в своей жизни то, что внутри. Изменить подсознание посредством четвертого измерения. Мы переписываем прошлое. Мы начинаем исповедовать на то, что у нас, как, знаешь, ты внутри бедный. Но ты начинаешь исповедовать, что ты богатый. Ты начинаешь видеть себя богатым. И это неплохо. Люди говорят, ты хочешь быть богатым. Но если бы я сказал, я хочу быть бедным, вы бы сказали, что я шизанутый. Понимаете? Ну так же или нет? Кто? Кто вообще хочет быть бедным? Мне бывает удивляет, говорят, он хочет быть богатым. Ну, конечно, хочу быть богатым. Потому что я не хочу. Мне уже надоело жертвовать сотни тысяч долларов. Я хочу жертвовать десятки миллионов долларов. А кто-то даже тысячи долларов не пожертвовал и говорит мне, зачем тебе быть богатым? Понимаешь? Когда пожертвуешь, поймешь. Знаете, когда люди хотят быть бедными, это шизофрения. Это ненормально. Бедным не надо хотеть быть. Ты и так им будешь. Понимаешь? Ну, а богатым, чтобы быть, для этого надо уже иметь в самом деле понимание от Бога. Понимаешь? Зачем тебе это? Не для того, чтобы у меня было много денег. А для того, чтобы у бедных было то, что им необходимо. Была еда, было лекарство, были все необходимые вещи. Правильно? Чтобы у нас было что дать. Вот самое важное. Друзья, теперь послушайте меня. Когда мы с вами говорим о четвертом измерении, подумайте. У нас столько разных негативных ожиданий, образов страха. Двигайтесь к четвертому измерению. Работайте над своим мышлением. И вы увидите, как согласно тому, как будет меняться ваше мышление, будет меняться ваша жизнь. Но по Więcmobile Ribeir法 ПО ПО ДВЕДИВА Strahoo И что это всё время придетсяKnock плачетесь, Оно или мне nauseе отца приanche, Ноrienfreческая точка не ㅁо.... и я намного нового 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 дня.